Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Последние 8 месяцев я нахожусь в сложных отношениях с молодым человеком. Мне 31, ему 33. У него за плечами неудачный брак, я замужем не была. Детей у нас нет. Проблемы в наших постоянных конфликтах, конфликтах из-за ничего, пустяков. Мы как будто постоянно друг друга триггерами, нажимаем на какие-то болевые точки. Естественно, я понимаю, что мы очень рады с ним. Мировоззрение и философия во многом отличаются. Мы как будто бодаемся за право лидерства какого-то, за право быть понятым. Каждый тянет одеяло на себя. Никто не хочет уступить. Причем понимание этого пришло ко мне совсем недавно. Мы много раз садились за стол переговоров, обсуждали спокойно имеющиеся проблемы, но и так по-прежнему один. В процессе ссоры все это забивается, стараясь доносить до человека русским языком, что мне, мол, это не нравится, мне некомфортно, обидно, и доходит до него это либо очень плохо, либо не доходит вообще. Говорит, что шутка неприятная, начинает злиться, говорит, что я восприимчивый и что мне нужно менять отношение к этому, что это шутка, это всего лишь шутка. То есть человек не готов просто мне шутить так, но хочет, чтобы я поменял отношение к происходящему. Да что до того, что меня корешат от любой шутки, и причины вот всегда такие ерундовые. Увидел толстую женщину на пляже и сказал, что если я стану такой же, вместе, естественно, мы не будем, обязательно расстанемся. Естественно, произошел скандал. Сказал, что не станет пить пиво после работы, но на другой день снова увидел его вечером с бутылкой. Напомнило, оскорбился, решил, что я делаю из него обманщика, ведь он ведь всего лишь забыл про то, что сказал. Поругался. Причем так всегда. Спрашиваю, будет ли есть, отказывается, через полчаса идет на кухню и ищет что-то. Всегда скандалы из-за такой чепухи. Не тем тоном, не те слова, не так посмотрел. Говорит, что это я конфликтно, высасываю в него все жизненные силы, хотя после скандала последние разы я отхожил по два дня. Прямо чувствую, как мне физически плохо после этой ругани. Слез свалится из рук, накрывает апатия, тревожные мысли. Всегда считалось, что над отношениями надо работать, уметь разговаривать, уступать, идти на компромиссы, принимать человека. Но тут как на минном поле, не знаю откуда прилететь. Конечно, есть вещи, которые и я делал неправильно. Критиковала его увлечение, где-то не поддержала, не принимала его таким, как он есть. И он и я человек, мы оба не идеальны. Запуталась, что делать, можно ли вообще работать над такими отношениями, либо будет лучше друг для друга разойтись, пока не поздно. Догадываюсь, что он тоже сомненный. Когда разговариваем, кажется, что оба адекватны, слушая его рассуждения. Но слова остаются словами. Он считает, что виноват я, я считаю, что виноват он. Знаю, что человека не поменять, что работать я могу только с собой. Подскажите, в каком направлении двигаться, ибо запуталась, что мне делать. Ну, если говорить о том, что... Если говорить о том, в каком направлении вам двигаться, то я бы, конечно, рекомендовал бы разбираться в себе. В первую очередь, да, чтобы у вас было... Чтобы у вас было хотя бы некоторое соответствие тому, что вы пишете, с тем, что вы по факту делаете. Ну, потому что вы говорите, что человека надо принимать, а в то же время вы считаете его виноватым. Вы говорите, что работать можете только с собой, но при этом требуете от него перестать шутить. Вы говорите, что нужно уступать, разговаривать, идти на компромиссы, но при этом почему-то ничего этого с вашей стороны нет. В целом у меня сложилось такое впечатление, что... что вы как будто, знаете, мечетесь. То есть вы говорите вроде как правильные вещи с точки зрения... ну, вы говорите правильные и красивые вещи про принятие, про компромиссы, но как будто бы вот сами вы этого не делаете. То есть вы говорите, что слона просто остаются слона. Вот. Я вот волей-неволей задаю себе вопрос. А почему так? Почему происходит так, что для вас, естественно, устроит скандал, если мужчина говорит, что, коль вы станете толстый, он с вами вместе быть не будет? Почему вы считаете, что, естественно, из этого устроит скандал? Получается что? Что вас задевает это? Получается, что вы не уверены в себе? И апатия, и тревожность, как мне кажется, это следствие именно того, что вы пытаетесь, ну, грубо говоря, грубо говоря, за счет человека, вы пытаетесь как будто бы вот, ну, самоутвердиться что-ли, как будто бы вы пытаетесь что-то вот, ну, может быть, себе доказать, да? Как будто бы вы пытаетесь как-то вот обрести опору. А опору обрести всё как-то вот не получается. Ну, надо сказать, конечно, что и не получится, потому что опору-то можно найти только в себе, и вы не сможете найти опору при всём желании в другом человеке. А сейчас, по моим ощущениям, вы делаете именно, именно это. По моим ощущениям, вы действуете именно вот в таком ключе, именно в таком контексте. Вот. И, опять же, волей-неволей здесь возникает вопрос, а почему же так? И, задавая себе этот вопрос, я думаю, что у меня есть на него ответ. Потому что не очень понятно, каковы ваши отношения с мужчиной. Что они из себя представляют? Что вас связывает друг с другом? Почему вы вместе? И так далее. Что вас объединяет? Вы говорите-то по большому счёту о том, что вы разные. Это правда. Но наверняка у вас есть и что-то общее. А вот, что у вас общего, вообще-то говоря, не очень в данном случае понятно. Вот. И отношения, они ведь выстраиваются именно на том общем, что есть между вами. А если этого общего нет, или есть сложности с тем, чтобы как-то это идентифицировать, то, естественно, будут возникать проблемы. Естественно, будут возникать какие-то сложности, какие-то трудности и так далее. Поэтому первое, на что мне бы хотелось ваше внимание обратить, это именно на то, что между вами общего. Второе, второе, это обратить внимание на ваши, ну, какие-то вот трудности, на ваши какие-то, собственно, личные проблемы. Потому что они у вас, безусловно, присутствуют. Например, вы достаточно болезненно реагируете на, там, какие-то шутки, вы достаточно болезненно реагируете на какие-то вещи, то сразу это задевает. Вот. И с этим нужно работать. Вот. Это работа, ну, например, с личными границами. То есть работать в данном случае можно и нужно с личными границами. Но вопрос в том, хотите ли вы, например, с этим работать. Правда, как работать нужно и с уверенностью в себе, которой у вас, судя по всему, не совсем достаточно. Не совсем достаточно и не совсем хватает для того, чтобы чувствовать себя как-то комфортно, как-то хорошо, вот, и свободно. Дальше. Значит, вот вы говорите, последние восемь месяцев я нахожу в сложных отношениях. Последние восемь месяцев вы находитесь в отношениях. Каким образом вы в них находитесь? Ну, вот я в данном случае на полном, так скажем, серьезе сейчас отговариваю. Да? То есть вот каким образом вы в этих отношениях оказались? Как вы в них, ну, как вы сошлись, грубо говоря, с своим молодым человеком? Вот. Как-то ведь это, наверное, произошло, правильно? Вот. Как вы, если угодно, познакомились? Как вы начали быть вместе? Как решили съехаться, допустим? И так далее. Дальше. Мне 31, ему 33. Вот. Тут довольно интересный аспект, потому что вы говорите про возраст. Да? Вы говорите. Вы говорите про возраст, вы говорите про то, сколько каждому из вас в данном случае лет. И мне, конечно, не может быть. Мне интересно, какое для вас это имеет значение? Имеет ли значение для вас возраст? Потому что начали вы про возраст, ну, в общем и целом, как мне кажется, вполне себе не случайно. Вот. Достаточно редко этому уделяется внимание, конечно. Вот. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы обратили на это какой-то тоже свой взор. Потому что не просто так вы говорите про возраст. Вот. Хотя, повторюсь, это может быть и чисто случайно. Дальше. У него за плечами неудачный брак, а я замужем не была. Какое это имеет значение для вас? Если у человека за плечами неудачный брак, как вот, ну, как вы говорите, да? То, на мой взгляд, у этого всегда есть причина. Есть причина, почему у человека неудачный брак. И вопрос, на мой взгляд, здесь заключается в том, знаете ли вы эти причины? Знает ли эти причины мужчина? Как он к ним относится, к этим причинам? Работает ли он с ними, с этими причинами? Ну, вот. Потому что неудачный брак, это травма. Это почти всегда травма для любого человека. И это не может не влиять на ваши отношения. Не менее важно, почему вы не были в браке. То есть, хотели ли вы быть в браке? Встречались ли вы с кем-то до этого? И были ли там какие-то проблемы? Проблемы в наших постоянных конфликтах из-за ничего. Ну, конфликтность в данном случае отправляет нас, на мой взгляд, к психологической игре скандал. Вы можете самостоятельно изучить эту игру психологическую в интернете, чтобы лучше понимать о чем идет речь. Чтобы лучше понимать, какие механизмы у такого поведения. Забегая чуть вперед, скажу, что основа здесь это страх близости. То есть, вы боитесь близости, вы боитесь эмоциональной близости. И пытаетесь, грубо говоря, отстоять то, что вы говорите, да? Пытаетесь отстоять что-то. Пытаетесь отстоять вроде как себя, вроде как пытаетесь отстоять. Но по факту вы просто не находитесь в эмоциональной близости. Потому что находиться в близости, значит быть уязвимым, значит отдаваться каким-то чувствам. Мы сами видим, что вы наоборот все время защищаетесь. Дальше. Значит мы, как будто постоянно триггерим друг друга, нажимаем на какие-то влевые точки. Ну смотрите, здесь бросается в глаза что? Здесь бросается в глаза, как мне кажется, в первую очередь то, что вы говорите мы. Никаких мы нет. Если только вы и ваш партнер. Но нет никаких мы. Мы в данном случае это никто. Потому что там, где есть мы, нет личной ответственности. Поэтому давайте немножко перефразируем. Я постоянно триггерю его. Я постоянно нажимаю на его болевые точки. Из какого чувства, зачем я это делаю? Естественно я понимаю, что мы очень разные. Я боюсь, что может быть вы понимаете силу своего интеллекта. Но понимать и принимать вещи разные. Для вас принятие разности другого человека, судя по тому, что вы описываете, напрямую связано с какой-то угрозой для вас. С исчезновением, с обесцениванием, с принижением. Вот опять вы пишете, мы как будто боремся за право лидерства. За право быть понятым. Давайте перефразируем. Я борюсь за право лидерства. Я борюсь за право быть понятым. Чего бы вам это делать? Это страх. Страх отдаться. Страх недоверия в себе. Я тяну одеяло сама на себя. Я специально меняю. Потому что вы здесь говорите про мы. Там где есть мы, там как бы нет ничего. Я тяну одеяло на себя. Опять же, из какого чувства я это делаю? Для чего? Я не хочу уступать. Давайте подумаем. Вы говорите с одной стороны, что уступать нужно. Вы говорите с одной стороны, что понимаете, что нужно уступать. Но сами вы не уступаете. Вот вам и вопрос. Уступка для вас. Это что такое? Что для вас уступка, что вы не уступаете? Это важный момент. И вам важно обратить на это свое внимание. Понимаете? А если вы не хотите уступать, то какова, например, тогда альтернатива, если вы не желаете уступать? Какая тогда альтернатива? Что вам должны уступить? Если вы не желаете уступать, то альтернатива такая, что вы лучше своего молодого человека, например, знаете как действовать. Подумайте над альтернативой. Дальше. Значит, понимание этого пришло ко мне недавно. Ну, сорвестно, да? Каким образом? Мы много раз садили за стол переговоров, спокойно обсуждали не исчезли проблемы, но итог по-прежнему один. Нужно приходить к каким-то решениям, а не просто обсуждать. В простых обсуждениях действительно мало прока и толка, но вот если мы говорим про решения какие-то, это уже совсем другое дело. Нужны решения, а не разговоры. Дальше. Так, в процессе ссоры все это забывается. А какой лично ваш вклад в ссору? Опять же задам мне этот вопрос. Вот лично вы какой вносите вклад в конфликт? Потому что ссора без вас была бы невозможна. Мы сейчас общаемся с вами, поэтому я задаю вопрос. Дальше. Старайтесь носить этот человек русским языком, что мне, мол, это не нравится и это. Ну, даже по тексту это выглядит больше как агрессия и наезд, а не как выражение своей какой-то позиции. Поэтому здесь как минимум нужно поработать над чувствами, которые вы испытываете и как минимум над формой. Техника Я-сообщение вам здесь поможет, но ей необходимо обучаться. Так, мне некомфортно и обидно. А вот за то, что вам некомфортно и обидно ответственность несете только вы. Человек здесь ни при чем. Подобные ощущения связаны, как правило, с личными проблемами отдельно взятого человека. И никак не связаны с другим. Потому что вы таким образом интерпретируете то, какую обратную связь вам дает, грубо говоря, человек. Вот. Понимаете, да? Важный момент здесь заключается в том, что вам необходимо увидеть в своих ощущениях то, что вам некомфортно и обидно, исключительно свою собственную проблематику. Вот. А не историю о том, что за это ответственен другой человек. Да, у вас могут быть, у вас могут быть, ну, свои ценности. То есть, ну вот, в смысле того, что вы можете обладать, скажем так, ценностями своими. Вы можете иметь какие-то ценности. И, конечно же, вы должны, но ценности отличаются от наличия проблематики. Конкретно у вас, например, тем, что они не вызывают желания ссориться. Они не вызывают таких, быть может, ярких чувств. А у вас, вот, судя по тому, что вы описываете, у вас вызывают. Понимаете, да? То есть, разница, вся, вся разница, как мне кажется, заключается именно в этом. Отличие ценности от болезненности заключается в том, что вы испытываете принципиально другие чувства. А то, о чем в данном случае говорите вы, больше похоже не на ценности, а на проблематику. Понимаете? Понимаете? То, что вам больно и обидно, и комфортно, и обидно. Потому что обида – это определенные ожидания от человека. А дискомфорт – это угроза. И предупреждаю ваш вопрос, возможно, я скажу, что нет. Мириться с этим вам не нужно. Мириться с этим вы не обязаны. Но, как минимум, разобраться с этим, на мой взгляд, необходимо. Дальше. Так. Значит, доходит до него либо очень плохо, либо не доходит вообще. Ну, вот здесь вы, мне кажется, переключились на как раз таки привычную русло. Вот, мне кажется, что вы переключились на привычную, ну, гораздо привычную модель поведения для себя. Да? Что вот до человека обязательно должно дойти то, что вы ему говорите. Вот в этом и есть трудность, что вы считаете, что до него должно дойти. А момент-то здесь в том, что до него может дойти, конечно, до него может дойти. Но до него может и не дойти. И что вы будете делать, если до него не дойдет? Собственно, на мой взгляд, ваша история, вся ваша история, она как раз про то, что будет, если до человека не дойдет. Что произойдет, если до человека не дойдет. Дальше. Говорит, что шутка неприятна, начинает лиц говорить, что я вас приимчива, что мне нужно менять отношение к этому, что шутка происходит шутка. И почему вы не считаете, что это так? Почему вы думаете, что эта шутка может быть неприятна только вам? Вы же не говорите о том, какой конфликт у вас возникает, когда, например, вы сталкиваетесь с этой шуткой, а вы просто как бы обесцениваете самую шутку. Вы не говорите, например, что в этой шутке я, грубо говоря, увидел себя. Или эта шутка дала мне возможность задуматься о себе, о том, что меня беспокоит. Нет, ничего такого в данном случае не происходит. Вы просто говорите, что человек не готов просто не шутить так, но хочет, чтобы я принял отношение к происходящему. Вот, это и есть то, о чем вы говорите ближе к концу своего текста, принятие, компромисс и так далее. Но вы ждете это от него. Не сами делаете. До свидания того, что меня уже корючит от любой шутки. Здесь вопрос неуверенности в себе. Понимаете, да? То есть в данном случае речь идет о том, что вы в себе неуверен. Просто. И вас, ну вот, достаточно легко задеть получается. И уже вопрос, конечно, в том, почему так. Уже вопрос, конечно, как так получается. Это вопрос больше на исследование. Вопрос больше на проработку. Дальше. Так. Причины всегда ерундовые. Ну вот, вам бы здесь также несколько перестать обесценивать причины. Потому что, будь это на самом деле ерундовыми причинами, вы бы, как мне кажется, из-за этого не ссорились бы. Так что, возможно, вам стоит пересмотреть ерундовость данных аспектов. Возможно, вам стоит пересмотреть то, действительно ли, ну, действительно ли это так ерундово. Вот. Понимаете, да? Потому что, повторюсь, будь это. На самом деле ерундово. Хоть это на самом деле ерундово. Ну, вряд ли бы вы так на это реагируете. Поэтому, давайте, может быть, признаем, или постараемся признать, например, что, ну, не ерунда это. Может быть, кажется, ерундой, но не ерунда. Иначе бы, таких реакций у вас бы не было. Понимаете, да? Так, увидел толстую женщину, сказала, что она такой же. В смысле, естественно, мы не будем, обязательно останемся. Естественно, произошел скандал. А вот почему, естественно, и какой ваш вклад в этот самый скандал? Позвольте узнать. Позвольте узнать, какой ваш вклад в этот скандал. И себя спросите в первую очередь. Вы со своей стороны, вот, какой внесли вклад в этот скандал? Можно ли было его избежать? Можно. Если бы вы немножечко по-другому обращались бы со своими чувствами. Сказал, что не станет пить пиво после работы. Почему сказал? На следующий день увидел за бутылкой и напомнил. Как вы напомнили и для чего? Оскорбился. Решил, что я делал из него обманщика. В темноте, всего лишь забыл. Я забыл, что сказал. Поругалась. Снова. Какой ваш вклад в то, что вы поругались? Спрашивая, будет ли есть, отказывается, через полчаса идет на кухню что-то ищет. И что? Всегда скандалы из-за такого чепухи. Это не чепуха. Просто вас волнует. Но не только понять, что именно. Ни тем тонем, ни те слова не так поднадрело. Скорее всего, не искренне. Скорее всего, вы не ведете себя с молодым человеком искренне. Скорее всего, вы как-то вот пытаетесь быть кем-то. Скорее всего, я так по крайней мере думаю, что вы пытаетесь быть кем-то с ним. Вы пытаетесь быть какой-то с ним. Но не собой, к сожалению. А вообще-то то, что вам по-хорошему можно было бы сделать, это научиться быть собой. Или научиться быть самой собой. Многие проблемы тогда бы для вас были бы решены. Конечно, не все. Никто не говорит о том, что все проблемы бы решились. Но какая-то часть проблем была бы решена совершенно точно и совершенно очевидно. Поэтому здесь важно данный аспект рассмотреть. Дальше. Говорит, что это я конфликтный, высасываю, а у него все жизненные силы. Хотя после скандала я отхожу под водой. И какая здесь связь? Вам это дается тяжело, вам это тратится, но вам на это тратится много энергии. Это правда. Но связи здесь прямой. Никакой нет. Быть может то, что у вас нет энергии и избавляет вас от какой-то другой активности, которая была бы, если бы не эта ссора, если бы не этот конфликт. Не думали ли вы об этом в таком ключе? Если нет, то настоятельно рекомендовал бы вам на эту тему подумать. Чего вы можете избегать в подобном поведении? А ведь самое интересное, что, скорее всего, чего-то вы избегаете. Да, я сейчас не могу сказать конкретно, чего вы избегаете. Как кроме того, что я уже сказал. Что, на мой взгляд, вы избегаете близость. Но я могу здесь, в принципе, быть не прав. Не прав. Потому что информации у меня, по крайней мере, вот про вас не так, чтобы очень много. Поэтому мне бы не хотелось сделать каких-то прям-таки уж поспешных в данном случае выведов. Но задуматься и рассмотреть определенно стоит. Как мне кажется. Так. Прямо чувствую, как мне физически плохо. После этой ругани слезы валятся и из рук накрывают. Опять отрывочными мышцами. Но с этим нужно поработать. Поработать на такое ощущение, что вы немножко расслабляетесь и позволяете себе лучше себя чувствовать. То есть лучше себя ощущать. Как будто бы вы немножко, ну, так скажем, приближаетесь к проблеме своей. Как будто бы вы позволяете себе приблизиться к проблеме, какой-то проблеме, которая вас беспокоит. Если бы не эта ситуация, если бы не этот момент, если бы не эта ссора, например, то, может быть, вы бы и не приблизились бы к этой проблеме. Так. Так. Такая вот история. Такая вот история. Идет речь. Дальше. 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 Так. Прямо чу... Так. Всегда считалось, что на отношении на работе метр говорит, да, это все правило, вам нужно учиться это делать. Тут как на минном поле, не знаю, откуда прилетит. Это ваша проблематика вам отражается. Конечно, есть вещи, которые делал неправильно, критиковал его влечение, почему где-то не поддерживал, а почему не принимал его таким, как он есть, а сейчас вы принимаете его таким, как он есть. И он и я, человек, мы оба не идеальны. Да, принимаете ли вы свою не идеальность. Докарль, возле он тоже сомнений. Так. Он считает, что в НВТ я. Так. Ну вот, в принципе, по работе я могу только с собой, да? Давайте начинать поработать. Подсказать, в каком направлении двигаться. Подсказал, подсказал для начала вот в тех направлениях. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.